Я всех приветствую дорогие друзья на моем канале и в сегодняшнем видеоролике мы посмотрим на небольшой пакетик прикольных модов, которые я смог найти на просторах интернета. Возможно не все моды вам смогут понравиться, но большинство из них подойдет для каких-то рпс цен. Давайте не будем тянуть и будем начинать. Буквально по пару слов я скажу по каждому моду и скачать этот весь пакетик вы сможете в моем телеграм канале по ссылочке в описании. А первый мод на сегодня это вот такая вот курочка, которую мы добавляем на карту и она начинает бегать кругами. Полноценная моделька, которая может врезаться в препятствиях, также в автомобиле и наносить им незначительный урон. То есть это полноценная моделька вот такого вот куреночка. А второй мод на сегодня это вот такой вот у нас большой белый шар. Он очень тяжелый, его можно двигать, его можно даже сдвинуть немножко автомобилем, конечно автомобиль помнется. Возможно для каких-то рпс цен такой шарик приградится. Третий мод это тоже большой шар, но уже со смайликом. Тоже тяжелый, тоже большой, но может помяться в отличии от предыдущего шара. Конечно помять и автомобиль, но и себя. Петвертый мод это домино. Сразу добавляется 6 штучек на экран, они довольно таки легкие, легко сбиваются машиной и возможно пригодятся для каких-то рпс цен. Если нет, то можно просто сделать видео, тысяча домино падающих условно на машину. Пятый мод надгробие. На нем изображен человек, не помню как его зовут, не смог найти в интернете, но возможно для каких-то рпс цен подойдет. А наша курочка похоже отбегала. Также если это надгробие сбить или в него ударится, то оно ломается на три части. Шестой мод это у нас вот такой вот обычный монитор. Для тех, кто дружит с храбакеем, возможно что-то можно с ним сделать. Седьмой мод это мобильный телефон. Обычный мобильный телефон, но если скинуть его на машину, то оказывается, что он довольно таки тяжелый. Восьмой мод это просто кусочек хлеба. Просто кусочек хлеба, который заценила наша курочка. Девятый мод это вот такой вот большой блендер, в котором можно запустить вертушку, нажав на стрелочку вверх. Также туда можно поместить машину или любой другой предмет, который он измолотит просто в крошку. Десятый мод это мина. Мина, у нее есть две вариации, обычный взрыв и двойной взрыв. То есть если на нее наехать автомобилем, то произойдет вот такой вот взрыв. Но на мягкое прикосновение оно не сразу срабатывает. Пока наверное не коснешься к нему. Одиннадцатый мод это олень. Вот такой вот олень с высунутым языком, выглядит на самом деле довольно таки неплохо. Если на скорости в него врезаться, то еще оказывается, что он довольно таки крепкий. И неплохо наносит урон автомобилю. Двенадцатый мод это плюшевые игральные кости. Есть много вариаций цветов и при добавлении на карту их можно пнуть в машинку и они оказываются довольно таки мягенькие. Возможно для чего-то привязываться. Тринадцатый мод это батут. Довольно таки неплохой мод. Я его проверил маленьким прыжком. То есть как видим, что физика действительно на маленький прыжок машина не сильно отскакает. Но если скинуть машину с высоты, то отлетает она довольно таки высоко. То есть у мода хорошая физика. Четырнадцатый мод это прилавок с овощами и фруктами. На нем даже есть табличка с наличием товара. И если поставить его на подходящей карте вдоль обочины, допустим, то выглядит все очень неплохо. Пятнадцатый мод это шлагбаум, который умеет открываться на английскую U и также закрываться. Возможно подойдет для какой-то рукой сцены. Поставить его, допустим, на выезде из прилижающей территории или что-то типа того. Кому надо, забирайте, пользуйтесь. Шестнадцатый мод это просто большой футбольный мягкий мяч, который можно нормально попинать. Или придумать с ним какую-то идею. Семнадцатый мод это кальян. Просто обычный статичный кальян. Если до этого у вас не было кальяна, то теперь у вас есть кальян. Переходим к следующему моду. Восемнадцатый мод это джетпак, который может очень быстро ускорять автомобиль. И даже было написано, что его можно как-то добавить на машину, но я не разобрался как. Возможно сможете с этим разобраться вы. Девятнадцатый мод это канистра. Обычная статичная канистра 20 литровая, которая довольно-таки неплохо выглядит. И по-любому подойдет для каких-то РПС цен. Двадцатый мод это просто мешок картошки. Просто мешок картошки, который должен обязательно быть в багажнике твоего пассата. Двадцатый мод это вот этот вот тип светофор, который обычно стоит перед железнодорожным переездом. И когда начинают ехать поезда, он начинает моргать. Там есть много версий для разных стран, но как точно он называется, без понятия. Двадцатый мод это молот Тора. И те, кто знаком с киновселенной Марвел, знают, что этот молот очень тяжелый, и поднять его может не каждый. Двадцатый мод, последний на сегодня, это вот такие вот металлические шипы, при переезде по которым у вас пробиваются шины. А на сегодня у нас все. Вот такой вот пакетик модов у нас получился, из того, что я смог найти в интернете. И напоминаю вам о том, что если какой-то из этих модов вы хотите скачать себе лично, то пожалуйста добро пожаловать по ссылочке в описании в мой телеграм канал. Там вы сможете найти архив, в котором будут все эти моды из видео. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Рэкс, и всем пока!